Привет, друзья! С вами Кристина. Сегодня я расскажу про хитрости производителей фарша, как проверить фарш на натуральность дома, как правильно его выбрать и на что обратить внимание еще в магазине. Также дадим на дегустацию фарш моему коту Василию. Ну и в конце я сделаю рейтинг, который, по моему мнению, фарш самый хороший, а какой лучше не покупать. Прошу вас поделиться этим видео с друзьями, поставить этому видео лайк, пусть его видят как можно больше людей, оно действительно полезное. И в поддержку напишите мне комментарий, хотя бы просто Кристина. Молодец! Здесь у меня говяжий фарш, но все, что я вам расскажу, можете применять и на другие виды мяса. Шесть производителей. Здесь у меня вот этот фарш домашний, я сама его сделала. Из всех представленных он вышел самый дорогой 766 рублей килограмм. Это бедро я брала говяжье. Вкусвилл получается 722 рубля килограмм. Далее Мираторг 600 рублей килограмм. Вот этот на развес лента 560 рублей килограмм. На развес фарш брала в перекрестке 500 рублей килограмм. И вот этот фарш Рестория тоже получается в пересчете 500 рублей килограмм. И первое, на что мы обращаем внимание, это категория мяса. И бывают категории фарша, точнее, А, Б, В, Г и Д. Лучше, конечно, брать категорию А, но она крайне редко бывает. Это когда от 80% мяса, а дальше у нас что-то еще, жир, да, там. Категория Б это от 60 до 80% мяса. Фарш категории В, Г и Д я бы вообще рекомендовала не брать. Вот категория А и Б это мясные полуфабрикаты, а все, что ниже, это уже мясосодержащее. Ну, давайте вам просто расскажу. Категория В это от 40 до 60% мяса, Г от 20 до 40, ну, и как вы догадались, Д это уже от, ну, где-то 20 процентов. Не пойми вообще, что там может быть. Мясо я брала тоже категории Б для того, чтобы здесь все сравнить, так как категория А готового фарша я не нашла. Просто, чтобы у нас было с вами такое равномерное сравнение. И, к слову, в перекрестке фарш я вообще не увидела, какой это фарш категории. Здесь вот просто я лично не нашла. То есть, когда не написана категория, я считаю, что это тоже плохо. Тут просто указан состав. Мясо котлетное из говядины и все. В общем, здесь все категории Б, кроме как вот на перекрестке я не нашла. Далее мы обязательно смотрим на состав. В составе должно быть только мясо и больше ничего. Возьмем, к примеру, вот этот фарш. Ну, к слову, иногда бывает пишут, что в составе мяса, но там тоже могут быть какие-то добавки. Мы с вами это чуть позже проверим. Вот, к примеру, посмотрите. Рестория фарш. Для тех, кто, кстати, не знал, Рестория изготовитель это Останкинский мясоперерабатывающий комбинат. Посмотрите на состав. Рецептура 2. Видимо, где-то есть еще и Рецептура 1. Говядина. Вторым у нас идет вода. Когда в составе идет вода? Ну, я вообще не понимаю, зачем такой фарш брать? Мы же платим за мясо, а не за воду. Правда? Почему я должна платить за воду? Далее у нас идет животный белок. К слову, чаще всего животный белок делается из переработанных свиных шкур. Не знаю уж, какой белок здесь, к сожалению, не указано. Мы не узнаем. Регуляторы кислотности ацетаты натрия и цитраты натрия. Ацетат натрия это соли и уксусной кислоты. В целом, я бы вот еще называется Е262. Я бы в этом фарше лично не при... Я лично это фарше не приемлю. И что у нас еще? Антиокислители, аскорбиновая кислота, лимонная кислота, сок красной свеклы, ароматизатор. Вот скажите мне, зачем мне в фарше нужен ароматизатор? Из чего же тогда, из какого качества мяса фарш может быть сделан, что туда требуется добавить ароматизатор? Я не понимаю. В вкусвилл тут у нас состав говядина. Мираторг также состав просто говядина. Мое, понятное, говядина. Перекресток написано из котлетного мяса у нас, так скажем, сделано. А лента, меня, честно, вообще удивляет цвет. Посмотрите, он какой-то такой... В общем, говядина должна быть такая красноватого цвета. Она может быть темной, как у меня домашний. Я вчера его, кстати, делала, не сегодня. Он у меня потемнел немного в серединке. Но этот вообще с какими-то примесями. Я вижу, что здесь очень-очень много жира. И вот он какой-то странный. Хотя давайте мы здесь посмотрим на состав. И вот здесь написано говядина. Вот, смотрите. То есть ничего больше как бы нет. Ну, мне кажется, что есть. Можно также обращать внимание, сделан ли фарш по ГОСТу, по ТУ или еще чему-то. Вот, допустим, вкусвилл вообще сделан по какому-то СТО. Это даже не ТУ. Хотя написано состав просто говядины. Ну, мы с вами посмотрим. Мираторг сделан у нас тоже по ТУ. Далее у нас перекресток. Я не заметила, из чего он сделан. Лента тоже у нас СТО, кстати. Рестория ТУ. Обращаем внимание на срок годности. Допустим, срок годности вкусвила 7 суток. Не смотрите, что он тут немножечко подвздул. Это я прорезала случайно дырку и заклеили вот такой вот штучкой. Поэтому я вот достала. Просто когда снимаю, оно немножечко уже вздулось. На самом деле все свежее. Все в срок годности в норме. 7 суток у нас срок годности. Мираторг срок годности уже 15 суток. Перекресток, вот этот развесной, 12 часов. Лента 24 часа на развес которой. Рестория 12 суток. Еще очень важно обращать внимание на такие показатели, как белок, жир и калорийность. Если вы хотите получить фарш более постный, вот, кстати, посмотрите на Мираторг. Мне кажется, что он даже такой светлый. И там видно довольно много жира. Мое мнение, да? А чтобы это проверить, мы просто с вами переходим на состав. Смотрим на количество белков 12, жиров 35. 35 это очень много. И можем также посмотреть с вами калорийность. Она равна 360. Давайте я вам для сравнения просто скажу. Вот в мясе, в моем фарше, который я сделала, в мясе было белка 19. Не так, как, не 15, как в Мираторге. И жира всего лишь 5. Не 35. И у меня килокалории на мясе были указаны. 121 килокалория, а не 360. Во вкус вилле белка 12, жира 25 уже поменьше и 273 калории. Ну, то есть он тоже будет такой довольно жирный. Мы если посмотрим, то вот тоже, видите, прям, мне кажется, он жирноватый. В перекрестке у нас вот в этом было 17 белков и жира 18. То есть он должен быть не такой жирный. В ленте белка 16 и примерно столько же жира 17. Но мне почему-то кажется, что тут у нас будет клетчаточка какая-нибудь. Рестория белок 12, очень, кстати, мало, и жира 17. Калорийность здесь 200, здесь лента 220, перекресток 230. То есть самый калорийный фарш у нас здесь Мираторг. Мы с вами тоже проверим, сколько жира, как чего, воды, все чуть-чуть позже. То есть если вы хотите получить фарш более постный, то смотрите просто на калорийность, а еще лучше и на калорийность, и на количество жиров. Друзья, давайте я сейчас открою фарш. Мы с вами посмотрим, я весь его открою, как он выглядит у нас внутри. Вот посмотрите, о чем я говорила. Домашний фарш, он у нас, вот жира практически не видно. В основном одно такое мясо. Вот смотрите, друзья, визуально. Мой фарш домашний, самый темный. Потом идет вот потемнее тоже вот этот перекресток. Вкус вил прям такой розоватый Мираторг, еще более светлый. Рестория чуть потемнее Мираторга, но все равно. Перекресток, ой, лента, вообще что-то непонятное. И вот от него пахнет хлоркой. Вот знаете, когда мясо не свежее, бывает в магазинах, добавляют, видимо, хлорку. Вот оно пахнет хлоркой и прям кислит. Перекресток тоже немножечко кислит, таким кисленьким пахнет. В целом остальное не имеет какого-то такого противного запаха. В общем, смотрите. Домашнее пахнет таким мясом. Вкус вилмироторг не пахнет вообще. История пахнет, видимо, за счет ароматизатора. Какой по внешнему виду фарш вам вот нравится больше всего? У меня он не имеет таких красивых ниточек, потому что я его перекладывала уже. Ну, это не имеет столь большого значения. Допустим, вот этот, он вообще каким-то скомканным куском у нас идет. Причем их два вот так вот положили. Давайте проведем эксперимент. Вот я взяла, это домашний мой фарш. Далее у нас пойдет перекресток. Вот сюда. Вот так. Кстати, распадается прям такой вообще лента, которая неприятно пахнет. Посмотрите, он такой прям, как вам сказать так, как ткань, будто тянется. Вот странный. Так легко лепится, даже к рукам не липнет. Вы знаете, мясо всегда липнет к рукам. Можно тоже проверить, покатать. Вот этот ни капли не липнет. И он прям очень странный. Такое чувство, как будто тут какие-то одни сухожилия. И я не понимаю, с чего он вообще сделает. Перекресток тоже хорошо так вообще не прилипает к пальцам. Вот домашний фарш, вот я взяла. И видите, он липнет, вот к рукам прилипает. Надо смачивать руки водой, и тогда уже можно будет из него что-то лепить. Тефтели, например. Вкусвел. Вкусвел тоже лепится. Но вот слегка как-то он пытается к рукам прилипнуть все же. Крупный у нас такой фарш на кусочке. Мираторг. Ой, Мираторг очень твердый. Вот даже, знаете, ощущаю в руках вот мое мясо. Оно прямо мягкое. А это очень-очень жестко прям вот лепится. Чем-то похоже на ленту немножко. У меня тут чуть-чуть шелестит. Это у меня кот игрушку гоняет. Конфетку. Пустую обертку, такой как шарик. И Василий. Так, а ну. И Рестория. Он тоже... Ой, он прям, вы знаете, я чувствую прям воду. Вот отличная проверка. Попробуйте скатать вот шарик. Вот я прям воду чувствую в этом фарше. Вот она указана, и вот она действительно есть. Тоже, кстати, рукам абсолютно не липнет. И такое чувство, как будто он прям такой волокнистый. И от Рестория прям пахнет мясом-мясом. Прям вообще такой, знаете, аппетитный мясной запах. Вот что творит ароматизатор. Мясо, вот фарш, оно не должно пахнуть прям вот настолько мясом пахнет, что я даже передать вам не могу словами. Друзья, хочу с вами поделиться, но очень вкусным рецептом супа с фрикадельками, который готовится за считанные минуты. Когда нет времени, это просто палочка-выручалочка. Формирую фрикадельки диаметром примерно 2 см. В фарш можно добавить соль и перец. Лук, морковь, чеснок и картофель нарезаю на кубики. Готовить я буду в мультиварке-скороварке Redmond. Добавляю масло. Устанавливаю программу жарка. Время приготовления 5 минут. После сигнала, это значит, что масло нагрелось, в чашу выкладываю лук, морковь и томатную пасту. Перемешиваю. Готовлю до окончания программы, периодически помешивая. Это просто чудо техники, которое должно быть на кухне у каждой хозяйки. Здесь 13 автоматических программ. Часть из них работает в режиме мультиварки при нормальном давлении, другая при высоком в режиме скороварки. А еще есть функция MasterChef Lite, с помощью которой можно готовить практически все, так как можно установить нужную температуру и время. Также мне нравится программа Vacuum. Тут я готовлю различные продукты по технологии Suvit. Очень полезная еда. А еще я просто не нарадуюсь программе Express. Здесь готовлю рис, гречку и другие рассыпчатые крупы. На этой программе прибор автоматически прекращает работу после полного выкипания жидкости в чаши. Крупа всегда получается рассыпчатая. И, кстати, чаша здесь с керамическим покрытием. Затем добавляю картофель, чеснок, наливаю воду, соль и специи по вкусу. Перемешиваю. Добавляю фрикадельки. Закрываю крышку. Устанавливаю программу суп. Время приготовления всего лишь 10 минут. Выбираю давление высокое. Его тоже можно регулировать. Ближе к окончанию программы мультиварка-скороварка выпускает давление. Вы только посмотрите, какой замечательный суп получился. Овощи мягкие и фрикадельки тоже готовы. И все это супер быстро. Кстати, этот рецепт я нашла в книге рецептов, которая идет в комплекте. Там аж 200 рецептов. Я очень довольна этой мультиваркой-скороваркой от Redmond. Готовит отлично, а еще у нее ну очень стильный дизайн. Друзья, вы будете спрашивать, что у меня за модель, поэтому в описании к видео оставлю ссылочку на мою мультиварку-скороварку Redmond. Переходите, а еще в описании вы сможете найти полный рецепт супа. Берем теперь обычный йод. Капаем несколько капелек. Если есть примешан хлеб, какая-то клетчатка, то у нас фарш должен посинеть, прям потемнеть, не стать таким, поменять йод цвет. Вот домашний, смотрите, видите, он прям коричневый. Ну вот какой есть ее, такой есть. Это у нас перекресток. Можем чуть-чуть еще подождать, посмотреть, что произойдет. Но в целом я пока что, вот чуть-чуть темненькая, но я бы не сказала. Лента. Сейчас пусть он у нас полежит, мы с вами посмотрим. Рестория. Вот смотрите, рестория, мне кажется, он прям темный такой становится. Мираторг. И вкусвел. Вкусвел тоже такой вот, как домашний, видите, вот. История. Я вижу, что потемнел прям йод. Перекресток. Вот я не знаю. О, кстати, здесь. Давайте, может, вот сюда еще сейчас посмотрим. Давайте, в общем, жду несколько минут и включусь. Смотрите, друзья, для примера я вот капнула на батон, и он вот так вот посинел. Конечно, из тех образцов фарша, что у нас здесь есть, ничего так не посинело на самом деле. То есть хлеб, видимо, тут не добавлен. Но вот рестория как-то потемнее всех, мне показалось. В целом, вот такой эксперимент. Ну, вы знаете, у меня такое чувство, что в ленте как будто примешан другой вид мяса. Потому что он выглядит, ну, вот как-то не так, как говядина, как будто свинин какая-то подмешанная. Даже не знаю. Друзья, теперь беру по 100 грамм каждого вида фарша. Чуть-чуть его отбиваю. Пытаюсь, ну, такие типа котлетки, кстати, вот это перекресток, даже не хочет друг с другом соединяться. Этот тоже лепила, он такой прям, вот я не знаю, даже как будто жилы какие-то. Даже посмотрите вкрапление, сколько здесь жира какого-то. Он такой даже прям плотный ощущается. Так. И будем с вами обжаривать на сковороде. После обжарки я взвешу, сколько останется грамм после обжарки. У нас сколько у нас ужарится. Посмотрим, как выделяется вода и выделяется ли она. И будет очень даже интересно. Ну и попробую. Вот, смотрите, это вкусвилл. Вкусвилл по лепке, вот, похож на котлетку, как из домашнего. Посмотрите, она у меня однородная. Здесь ничего прям вот таких распадов, как в этих котлет, нет. И вкусвилл тоже хорошо скрепилось. Мираторг прям уже плотнее. Вот я прям чувствую, что мне даже трудновато. Но она все же однородная. Вот. Тоже. Вполне себе так однородненько. А вот рестория, видите, тоже распадается. И то есть сформировать прям такую однородную котлету уже не получается возможным. То есть или нужно очень долго-долго это делать. Чего я делать сейчас не буду, у нас не в этом задача. Но в целом слепились хорошо домашний мой фарш и вкусвилл Мираторг. Вот эти три, конечно, минус. Вот перекресток хуже всех прям сформировался. И вот этот фарш из перекрестка, он местами такой коричневый, а местами розоватый. Как-то он неоднородный. То есть какой-то фарш, может быть, был старее. Есть такой вариант. Обжаривать будем на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны. Это у меня домашний фарш. Давайте сразу по 3. Вкусвилл и сейчас Мираторг. Все, готовим. Из Мираторга как будто, вот посмотрите, больше всех выделяться начала такая как влага. И из вкусвилла там немножечко тоже. Из домашнего фарша ничего подобного нет, не происходит. Можете наблюдать. Смотрите, даже если я надавлю на домашний фарш, видите, ничего вот не выделяется. Здесь начинает шипеть, это Мираторг. Вкусвилл тоже начинает сильнее шипеть и все стрелять. Вон, посмотрите, как жутко стреляет. Из этих троих больше всех, как по мне, жира, да, и вот выделяется из Мираторга. Ну, помните, Мираторг и был самый жирный. 4 минуты прошло. Переворачиваю домашнюю котлету. Вот так она выглядит. Давайте вкусвил. Мираторг. Прямо шкварчит, посмотрите. 2 минуты уже готовится. Сейчас я закрою крышкой и оставлю не на 2 минутки, а еще на 4. Итого, в скобе получится, что готовились у нас эти котлеты 10 минут. Следующая партия. Рестория. Перекресток. Лента. Обратите внимание, что лента прям сразу начала вот шкварчать и выделять, скорее всего, воду. И стреляет. Котлетки все одинакового размера. Вот сверху посмотрите. Это если сбоку смотреть, кажется, что котлета из ленты крупнее. Но на самом деле нет. Видно, вода из ленты вот сейчас выпарилась. Видите, стало сухо. Мое предположение. Это не значит, что это прям 100% на так. Я просто высказываю лично свое мнение. И в этом видео ни один производитель фарша не заинтересован. Оно не проплачено. Это просто информация для вас, как проверяю фарш я. Вы хотите, прислушивайтесь. Хотите, нет. Дело ваше. 4 минуты прошло. Переворачиваю. Ну, гляньте, не хочет даже. Прилипает немного. И лента. Это вот из ленты пенка вот такая вот выделяется. Из перекрестка чуть-чуть. И ристория вот. Из нее такой пены нет. Знаете, что заметила? Когда первая партия готовилась, пахло прямо мясом. Ну, вот вкусно пахло, как котлеты жаришь. Вот здесь пахнет как-то неприятно. Я вообще не знаю, от каких котлет. Ну, вот вообще запах не мясной. Прошлые котлеты 3 хорошо отстали. Смотрите, в этот раз история. Просто вот она прилипает. То есть, удивительно. Это у нас перекресток не прилипло. Лента тоже не прилипла. У нее вот какой-то образовался тут. Друзья, смотрите, все котлетки я сюда выложила. Я вам скажу, где какая. Просто смотрите, это моя домашняя. Она плотная. Вот это вкусвилл тоже плотная. Мираторг такая плотненькая. Перекресток плотная. Лента чуть помягче, но в целом, кстати, она вот с нее сок вытекает. Тоже плотная. А вот рестория просто мягкая, как не знаю что. И она прям, я вижу, что она вот-вот распадется. Я выложила на салфетке. Сейчас мы взвесим и посмотрим, сколько в итоге осталось веса. Ставлю тарелочку. Сбрасываю. Домашняя. Из моего фарша. Осталось 76 грамм. То есть ужарилось 26 грамм. Почти 25 процентов. В целом это нормально. Это прям хорошо. Вкусвилл. 65. Ужарилось больше. 35 грамм. Мираторг. Еще больше. Почти 42 грамма. Это довольно много. Как я говорила, видите, жира много было. Далее давайте уже возьмем рестория. 40 грамм у нас ужарилось. 39, если быть точным. Перекресток. 32 грамма. И лента у нас ужарилось 28 грамм. Ну что, давайте посмотрим, что у нас тут внутри. Это вот смотрите, 10 минут готовки выглядит вот так. Вкусвил. Уже текстура внутри другая. Видим, да? Более рыхлая. По запаху. Пахнет мясом. Вот это очень вкусно. Прям аппетитно, как, знаете, стейк готовишь. Вкусвил. Ну, пахнет, но слабовато. Мне не нравится вот эта вот, если честно, текстура такая. Так, Мираторг. Похоже. Вот тоже вот такая вот пустота у нас внутри. Пахнет по-другому. Ну, в целом тоже неплохо так мясом. Ну, как будто присутствует какой-то еще чуть-чуть посторонний запах. Рестория. Я даже не знаю, как ее резать. Тоже вот такая вот внутри. Видите? Ой, фу. Как-то неприятно, честно говоря. Пахнет дешевыми котлетами. Перекресток. Внутри вот так. Смотрите. Фу. Кисловатый запах. Я вот... Нет, это я даже пробовать не буду. И лента. Так выглядит внутри. Фу. Вот хлорка прям попахивает. Вот ненавижу, когда так делают. Вот поэтому, друзья, я вообще... В целом я вам скажу, что я против покупного фарша. Но если уж и покупать, ну точно не на развес. Лучше прийти в мясную лавку, выбрать кусочек мяса. Если у вас дома нету мясорубки, пусть вам там сразу сделают фарш. Это будет, ну, самый лучший вариант. Или же уже тогда брать хотя бы вот в таких вот упаковках. Но не на развес. Сейчас я чуть-чуть попробую домашнюю котлету. Вот прям мясная. Вкусно. Даже без соли и без перца. Очень неплохо. Мне понравилось. Вкус свел. Знаете, такое чувство, будто тут прожилки. Очень такой грубый фарш. Прям кусочки пропадают, попадаются как жилы. Он мясной, но вот это вот... Мне не нравятся эти вот жилы. Честно говоря, не очень. Мираторг. Мираторг вообще с трудом живется. Тьфу. И вот такие вот даже куски попадаются. Что это? Вот. Боже мой, что это такое? Какая-то кожа. Или я не знаю. Вот что вот это? Ужасно. Тьфу. Ристория. Блин, я даже не... Ну ладно. О, какая-то непонятная масса. Нет, такое есть. И вот это я даже пробовать не буду, потому что... Это пахнет каким-то кислом, а это просто пахнет хлоркой. Видимо, мясо уже подпорчивалось, и его решили таким образом спасти. Ну, так делать нельзя. Сейчас будем давать на пробу коту. Первый. Ристория. Он тут уже меня тянет за штаны. Сейчас, Вась. Ну-ка. Ну, что, ешь? Вот ты какой! Ристорию все же он слопал. Ну, а дальше? Мясо там какое-то, значит, есть. Или ароматизатор даже кота со вкуса сбил. Далее у нас Мираторг давайте. Вась, ты же вроде ел или не ел? Может, у меня кот голодный? Корм вроде у него всегда лежит. В общем, Мираторг он ест. Перекресток. Сейчас налопается, и все. Наверное, поменьше надо давать. Съел. Давайте вот эту ленту. И ленту ест. Боже мой. Ну, давайте вкусвил. Ну, если хрящи, то что, кот-то хрящи есть не будет. Правда? Так. Не волнуйтесь, кота ложка не касается. Не переживайте. Так, вкусвил тоже ест. Ну и мой. Все. Василий решил, что он съест сегодня все. Вот так вот. Ну что, друзья? Какой рейтинг? Да очень простой. Конечно, самое лучшее это то, что сделала я. Потом, вот из того, что есть. Вкусвил, но я его тоже не рекомендую в данный... Вот, мне не понравился фарш. Мираторг. Мне тоже не понравился. Какие-то жилы. Рестория. Это вообще атас какой-то. Мне не нравится, что там в составе, кроме мяса, есть вода и прочие всякие даже ароматизаторы. И неприятные вещи, которые не должны быть. Перекресток и это, это прямо минус. То есть, из всего этого я бы, естественно, съела только вот это. Остальное я бы даже не покупала. Это лично мое мнение. Друзья, пишите в комментариях, согласны вы с ним или нет. И покупаете вы готовый фарш или все-таки предпочитаете делать самостоятельно. Но я вам скажу, что свой фарш и вот с этим, это просто небо и земля. Жду ваши комментарии. Поделитесь этим видео с друзьями. Оно действительно полезное. Приглашаю вас подписаться в мой телеграм-канал. Там тоже очень много полезных вещей. Всех вас жду. Ну что, друзья, хорошего вам настроения. Кушайте хорошие вкусные продукты. И до встречи в следующем видео. Пока!